Карим Бензема Харри проигрывает и по количеству, и по качеству передач. Отдает меньше ассистов, меньше возится с мячом. Но как страйкер Кейн уничтожает Бензема, а игру в пас он прокачает обязательно. Кейн постоянно совершенствуется. С левой забивать уже научился и с передачами разберется. В этом сезоне Лева с Хамисом играют почти как связка Кейн-Алли. Но! Во-первых, Роберт ассистирует хуже Кейна и сильно хуже Бензема. Во-вторых, возраст. Левандовский всего на год младше Бензема. И по слухам, Бавария не отдаст поляка меньше, чем за сотню. Стоит ли таких денег игрок, который на топ-уровне может закончиться через 2-3 сезона? Большой вопрос для дяди Фло. Икарди, возможно, самый зависимый и ограниченный страйкер из этого списка. Строить звездную систему вокруг него в реале никто не будет. Во всяком случае, сейчас. Он все еще разрывает Бензема по реализации, но у него бывают безголевые спады, которые почти всегда совпадают с провалами команды. В Мадриде давление будет еще больше, а помощи от партнеров меньше. Вернер в полном порядке, если речь идет о любимых для реала контратаках. Он много двигается и часто создает перегруз на фланге. Как и Бензема. Тима хорошо играет в пас и при этом очень молод, поэтому не будет претендовать на место примы сразу. Риск всего один. Вернер попросил замену в битве против Бешикташа из-за громких трибун. Если у него с шумом возникают регулярные проблемы, как он справится с атмосферой на Ванда Метрополитана или Мисталье? Грандиозный вопрос. У Кавани есть одно глобальное сходство с Бензема. Всю карьеру в Париже он тоже провел с хедлайнерами. Сначала это был Златан, теперь Неймар. Но Эдинсон Кавани пережил всех и стабильно забивает по графику топ нападающих, оставаясь лучшим в Лиге 1. Главные проблемы – возраст и игра в пас. Все же Кавани не подстраивается под приму и лично для него это хорошо, но вот для реала это станет проблемой. Согласны? Бегом в комментарии ставить плюсики. Если есть кандидат от народа, про которого мы забыли, тем более. Продолжение следует...